Всем привет на канале ИП. Вот опять небольшой перерывчик у нас. Но сегодня праздник. Мы решили с Игорем Павловичем похвастаться свежими находками. Так что всех с наурызом. Всех с наступлением весны. Немножко, конечно, сегодня в Караганде холодновато. Ветер холодный, снега еще много. Но уже солнце светит и греет. Так что будем надеяться, что сразу после праздничков у нас уже потеплеет и будет хорошо. Но самое главное, сегодня в этот праздничный день у нас две находки. И обе находки сделаны у нас здесь. Можно сказать, одна находка в Караганде. Вот этот стольник 2007 года перед вами лежит. Сейчас переверну, чтобы вы убедились, что это действительно стольник. 2007 год полностью желтая монетка. Зрительница канала ИП с Караганды написала вчера Игорь Павловичу. И сегодня договорились встретиться. Вот возле ЦУМа встретились. И совершили, так сказать, взаимовыгодный обмен. Очень интересный. В плане того, что монету не пришлось никуда пересылать. То есть нет лишних волнений, нет лишних переживаний. Вот она рядышком встретились, лично посмотрели. Тут же заплатили деньги и все замечательно. Для тех, кто внимательно смотрит канал. Вот, кстати, зрительница канал внимательно смотрела. И поэтому сразу назвала цену, за которую она готова с этой монетой расстаться. Как мы и говорили, подобные монеты, в зависимости от сохранности, оцениваются от 13 до 15 тысяч тенге. То есть эта монета в очень хорошем состоянии. 2007 год. Видно, что она практически не была в обращении. Видите, как она замечательно блестит. Ну, здесь небольшое пятнышко есть. Небольшие такие маленькие коцки. Но это, в принципе, несущественно. То есть монету нашли в обращении. Чистая, хорошая монета. Как говорится, почистить, немножко помыть ее и положить, запечатать в холдер. Что я, собственно говоря, сегодня и сделаю. Так что вот это одна находка. Нет, Сергей Леонидович, поясните. Для телезрителей, кто не все смотрели предыдущие ролики, в чем ее отличие. Ну, давайте, раз Игорь Павлович просит, то поясним. Как видите, сейчас я его достану. Где-то у меня там стольнички валяются в кармане. Звонкие. Вот как раз 2007 год. Давайте, для тех, кто новенький, кто только недавно подписался на канал ИП, дополнительно поясним. Вот обычный стольник. Все хорошо видите. Внешнее кольцо у стольника у нас желтое. Небрас, сплав. Внутренняя вставочка у нас идет. Беленькая, то есть белого цвета. Нейзельбер. Вот точно такой же, как наши юбилейные монеты. Вот один и тот же сплав абсолютно идентичный идет. Что здесь, что там. Это называется биметальная, либо биколорная монета. То есть по-разному это называют, потому что состоит из двух металлов разных. То есть внешнее кольцо, внутреннее кольцо. Бывают три метальные монеты еще с трех металлов. Но у нас вот единственная ходячая монета, циркуляционная, биметальная. А вот этот стольник у нас идет полностью желтый. То есть у него нет вырубки центральной и нет вставки. То есть он полностью сделан из такого же металла, что здесь на этом стольнике сделано внешнее кольцо. То есть перед вами полностью стольник из Небраса. Это очень хорошо заметно. То есть здесь вот нету никаких стыков, ничего. То есть видно, что это цельная монета. Все на гурте, все нормально, все хорошо. То есть это никакая не подделка, никакое не рукоблудие, никакое не народное творчество. Это настоящая монета. Брак монетного двора. В самом чистом виде. Так что если вам такие стольники попадаются, то знаете, разлет цены от 13 до 15 тысяч. Это вполне такая адекватная цена. Попадались все года. Как вы знаете, стольники у нас выходили 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 годы. Все года попадались, выполненные вот в таком варианте. Именно бракованные. Единственное, вот у меня в коллекции не 2002 года, а все остальные года у меня есть. Но я точно знаю, что 2002 год тоже есть. Потому что у некоторых коллекционеров они есть в коллекциях. Так что вот. Поэтому ищите, обращайте внимание на мелочь. И вам улыбнется удача. Вот как жительница Караганды, она улыбнулась сегодня в праздничный день. И она получила свои 15 тысяч, как она и видела в наших предыдущих роликах. А уж на то, что она их потратит, это ее личное дело. Ну, а теперь самое интересное. Уж про анонсирму следующим роликом расскажем. Ну, я думаю, что давайте, да, посвятим отдельно. Вот, перед вами теперь еще внимательно смотрите. Игорь Павлович меня перебил. Он так хочет, чтобы было несколько роликов. А теперь вот мы вот эти два стольника с вами обсудили. А теперь внимательно посмотрите на вот эти две десяточки. Видите? Переверну. Обратите внимание. Что-то с ними не так, да? Вам не кажется? Ну вот, а что с ними не так, мы расскажем в следующем ролике, который выйдет, ну, минут, может быть, через 15 мы его запишем, когда выложим, после того, как выложим этот ролик. Ну и где-то через час мы его выложим. Так что, потратьте еще на нас немножко времени. Извиняюсь. Потратьте еще немножко времени на нас, на канал ИП. И вы приятно удивитесь, потому что это очень интересная находка, которую тоже сделали рядом с Карагандой в городе Шахтинске. Не забывайте ставить нам лайки, подписываться и пишите в комментариях. Ну, а если кто-то уже догадывается, что не так с этой десяточкой, можете тоже в комментариях писать. Потом проверите свою интуицию, когда мы снимем ролик. Всем удачи, не прощаемся. Встретимся буквально через час.